Пророческие тексты Пророческие тексты В широком понимании, как мы помните говорили о том, что любой автор священного писания это пророк. И в узком понимании, когда мы говорим, допустим, о малых пророках, или таких пророков, как Исаии или Еремия. Это люди, которые вещают, прорекают Божие Слово. И здесь вам будет полезна картинка, которую, может быть, потом для видеозаписи можно будет и нарисовать. А пока я вам опишу эту картинку словами. Вот смотрите, израильский народ, это Божий народ. Бог обращается к своему народу через Моисея. Во времена Пятикнижия Моисея все более-менее очевидно. Бог обращается через Моисея сверху вниз. И Моисей также говорит к Богу от имени своего народа снизу вверх. Говоря от имени народа снизу вверх, Моисей является священником. Потом, соответственно, левиты, потомки левия получают право священнослужения. Священник говорит от народа к Богу снизу вверх. Вот народ, вот Бог и стрелочка священник снизу вверх. Значит, он приносит жертву за грех, он молится за свой народ. Вот этот вектор направлен от человека к Богу. Потом Бог поставляет царей. И по идее, если цари израильские благочестивы, то они должны бы говорить сверху вниз. Они царствуют, они правят от имени Бога, они вещают от имени Бога и говорят они сверху вниз. Но в том-то и дело, что далеко не все цари были благочестивы. А после распада Израиля на и северное царство, собственно, Израиль, и южное царство, иудею, все было совсем грустно, особенно на севере. На юге-то были проблески благочестия. А на севере было совсем печально все. Значит, и вот получается ситуация, когда с одной стороны есть священники, снизу вверх от человека к Богу, есть цари, которые в лучшем случае от Бога к человеку, но в худшем от человека к человеку. Они имеют человеческую власть, или так, они воспринимают свою власть как человеческая власть над другими людьми. Одного вектора не хватает. И вот Бог ставит для служения израильских пророков. И вот пророки, их задача выполнять вот это служение от Бога к человеку, изрекать Слово Божие, обращенное к человеку. Это главное их служение. Вот какое это слово, будь то обещание будущего, будь то обличение в том, что происходит в настоящем, или что было в прошлом, это уже вопрос третий. Но главное это их служение, позвещать Слово Божие, обращенное к человеку. Интересно, что потом уже в Новом Завете Иисус совместит в себе все эти функции. Он обращается к Богу Отцу, молясь за людей. Это функция священника. Он принесет себя самому в жертву. Раз и навсегда, как подробно говорится посланник евреям, это функция первосвященника. И он, будучи Богом, будет возвещать Божью волю народу. Это функция пророка. И он воцарится, как подлинный царь, имеющий на все это полное право. Это Иисус как царь. Это Иисус объединил в себе все вот эти функции. Но пока в то ветхозаветное время, о котором мы говорим, вот функцию пророка выполняли особые люди, которые особым образом получали помазание Святого Духа для своего служения. Пророки начинают свои книги обычно словами «так говорит Господь» или «было ко мне Слово Божие». Еще раз подтверждаю то, что мы сейчас уже говорили. Бог вещает, прорекает через своих пророков. Вот это понимание, я не случайно повторил эту мысль несколько раз, чтобы все мы к этому пришли, чтобы мы поняли, что пророк — это не просто предсказатель, а глаз Божий. Это понимание для нас важно, потому что оно помогает нам понять еще одну вещь. Это пророческое время. Вот представьте себе такую картинку. Два варианта вечности. Есть некая прямая А, назовем ее прямой А. И эта прямая, как вы понимаете, не имеет ни начала, ни конца. Она бесконечна по определению, она прямая. Мы можем на ней нарисовать некий отрезок АБ, где точка А будет начало творения, точка Б будет конец этого неба и этой земли. Это будет отрезок, соответствующий истории нашего с вами мира. Но он в любом случае находится на прямой. Теперь давайте рассмотрим два варианта. Один вариант. Бог тоже находится на этой прямой. Вот он без начала и без конца. Он совпадает с этой прямой. То есть он там в бесконечности, он здесь в бесконечности, но он часть этой прямой. Когда мы говорим о том, что Бог был всегда, такое популярное, народное, что ли, понимание. Бог вечен. Ну что это значит «Бог вечен»? Ну вот до сотворения он был, после сотворения он был. Вот каким-то образом он идентичен, он совпадает с этой прямой вечности. Он в вечности находится. Это один вариант. Вот он неубедительный. И с богословской точки зрения он неверный. Дело в том, что Бог не находится в этой прямой. Он находится над этой прямой. Он вечен не потому, что просто вот когда-то он появился давным-давно, и он в этой вечности бесконечности, в давней бесконечности, и он будет долго-долго времени. Он вечен потому, что все остальное – это его творение. А он не сотворен. А его характер совершенно другой. Так вот, он находится не на этой прямой, а вне этой прямой. Именно поэтому, между прочим, у нас возникает возможность говорить, что у Бога тысячи лет как один день. Или один день как тысячи лет. А время для Бога, он не живет в этом времени. Понимаете, в варианте, где Бог на прямой, получается, что Бог сам живет во времени, он был давно, он будет еще очень долго и так далее. Но штука-то как раз в том, что он сотворил время. Раз он сотворил время, то в этом времени, так как мы с вами живем, он не живет. Он живет вне этого времени и имеет возможность это время обозревать. Вот тогда для нас становится совершенно очевидной концепция пророческого времени. Если пророки говорят с точки зрения Бога, они говорят Слово Божие, то и о времени они рассуждают, на время они смотрят с точки зрения Бога, который сразу видит и то, что нам кажется прошлым, и то, что нам кажется настоящим, и то, что нам кажется будущим. Видя все это, он может составить и представить нам некую общую картину. Это тот старый анекдот, как слепые рассматривают слона. Помните, когда один смотрит хобот, другой смотрит одну ногу, третьего подсадили на слона, он смотрит слоновый ухо, слоновый бебень. Каждый из них выдает некую свою картинку, выдает некий свой ответ на вопрос о том, что такое слон, как он выглядит. Он выдает то, что увидел он. Оказывается, это лишь мелкая часть, лишь маленькая часть общей картины. Вот Бог видит общую картину. Другой пример. Передо мной стол, на столе клавиатура, Библия, вернее, Новый Завет, Библия, листы бумаги, компьютер. Вот если бы я был, допустим, муравьем, который видит только вот этот небольшой участок стола, вот небольшой, я бы сказал, как муравей, вокруг меня пусто. На этой поверхности ничего нет. Я могу даже отправиться вперед. Могу даже отправиться в путешествие. Вообще, все равно вокруг меня пусто. Я дошел до суда. Ой, вокруг меня что-то белое и бесконечное. То есть конца его, то, что впереди, я не вижу. Да, это мой взгляд, муравья. Мы с вами можем посмотреть сверху и увидеть общую картинку. Оказывается, если бы муравей этот еще некое время шел, он бы перешел вот это вот белое и бесконечное, которое на самом деле далеко не бесконечное, он бы нашел еще что-то. Вот пророческое время и есть то представление времени, которое доступно нам, потому что пророки вещают от Бога. И мы с вами говорим, ну как же? Ну вот пророчество, оно начало исполняться, но оно не исполнилось целиком. Сначала какая-то часть пророчества исполнилось, потом другая часть пророчества исполнилось. Как такое может быть? Да так оно и может быть, что Бог показывает нам перспективу свысока, перспективу с определенной своей точки. Вот картинку пророческого времени нам с вами нужно будет помнить, когда мы будем изучать тексты пророков. Это совершенно не обязательно будущее, это просто время. Еще одно соображение о пророческих книгах заключается в том, что пророческие книги — это книги поэтические. Большинство пророков писали стихами. И, соответственно, все, что касается поэтического текста, будет относиться и к пророческим книгам. Одна из самых популярных пророческих книг — книга пророка Исаии, пророка, жившего в Северном Царстве, обращавшегося к Северному Царству, человека, через которого Бог предсказал, действительно предсказал, многие события будущего. Мы с вами посмотрим начало первой главы книги Исаии, чтобы увидеть несколько особенностей пророческого стиля, пророческого текста. Я буду задавать вам вопросы, которые нам помогут разобраться в тексте. Пожалуйста, кто-нибудь... Опять-таки, я все-таки прошу тех, кто мало читает. Саша, я вам очень благодарен. Саша, Вадим, ребята, вы сегодня работали хорошо. Те, кто не читали сегодня Священное Писание, давайте мы с вами начнем читать. Прочитайте, пожалуйста, первую главу, первый стих Исайи. Спасибо большое, Валерий Николаевич, спасибо. Во-первых, форма откровения, видение. А во-вторых, очень важная вещь. Смотрите, пророк сразу ставит себя в контекст времени. Он говорит о том, какие цари были в Иудее, какие цари были его современниками. Что здесь важно, что полезно для нас с вами, когда вы изучаете того или иного пророка, кроме текста этого пророка, кроме книги этого пророка, посмотрите, пожалуйста, книги Царства, книги про Липоменон, где рассказывается о том времени, в котором жил пророк. поставьте его в контекст времени. Посмотрите, где он пророчествовал, посмотрите, что было вокруг него, в какие времена он говорил. Сами пророки нас к этому располагают, они говорят нам, что это было за время. Другое дело, что этих царей мы далеко не всегда знаем. И мы так читаем их, как имена, которые где-то, когда-то слышали. А ведь сказано они не случайно, в частности здесь, соотнеся пророчество с определенным временем, начало служения пророка с определенным временем, мы потом сможем понять, на какие события пришлось его служение. Мы потом можем понять, что пророк этот оказывается предвестником глобальной катастрофы, или, по крайней мере, катастрофы, коснувшейся израильского народа. Точно так же, как, читая книгу Руфь, мы сказали, да, вот время судей, вот сразу напряженность определенная возникает. Так же, читая Исаию, мы можем сказать о том, что да, вот-вот северное царство падет и окажется в руках Ассирии. Вот это то самое время. Бог будет совершать невероятные вещи. Продолжайте, пожалуйста, Валерий Николаевич. Царь Ахас, это самый, как бы считается, негодный царь иудеи, который, в принципе, даже дошел до того, что принес своих детей в жертву. Вот. Тот, который потушил жертвенник в храме. Тот, который, в принципе, научил народ, в принципе, поклоняться иным богам. Но они, все остальные, которые плохо служили, поклонялись иным богам, но этот один из тех, который, как бы, даже не был похоронен со всеми царями. Да. Это нам история такой говорит. Вот. Вот так вот. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Это такой исторический фон. А дальше я вам прочитаю, потому что Исаия описывает голос Божий. Кстати говоря, мне хочется здесь разрушить еще одно такое частое представление. Ну, мы пророков так читаем ровно, неторопливо, понимаете, ну, пророки, ну, давно такие бородатые дядьки были. Тут все гораздо интереснее. Смотрите. Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит. И начинается Слова Божие. Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего и осел ясли господина своего. А Израиль не знает. Народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные. Оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Во что вас бить еще продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и неодвязанные и не смягченные елея и так далее. Смотрите, что происходит. Бог начинает говорить. Да, помните, мы с вами на первых занятиях обсуждали, нам важно понять, кто говорит и к кому он обращается. Кто говорит, понятно. А к кому он обращается? По второму стиху. И не бойтесь того, что сейчас вы видите. К кому обращается Бог или кого он призывает? Небеса и земля. Небеса и земля. Значит, в пророческих книгах очень часто мы находим вот эту такую глобальность. В поэзии 20 века принято считать Мандельштама человеком, который писал и мысли глобально. Мы живем под собой не в виде страны. Он видит, он смотрит с такой общей вселенской перспективы. Тут перспективы еще больше. Не просто важность обращения. По форме это речь в суде. А небеса и земля это кто? Свидетели, при которых доказывается верность истинность всякого слова. Два свидетеля есть. Бог вступает в тяжбу со своим народом. И народу сказать нечего. Потому что в качестве свидетеля призываются небеса и земля. Начинается этот огромный размах обращения к Богу. И мы с вами можем прочитать, между прочим, как заключался еще изначально в первой книге бытия завет Авраама. Вы увидите, какие там были свидетели. И вы увидите в частности, каким образом завет Авраама, заключение завета было связано с тем, что потом происходит в пророке Исаии. И вот он призывая свидетелей против народа своего неба и землю обращается с этими словами. Смотрите, что это такое с формальной точки зрения? С формальной точки зрения я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Я воспитал, они возмутились. Что это такое? Господь признает свой народ, то есть Израиль за своих сыновей. Да? То есть больше не может быть. И это противопоставление, это параллелизм, если хотите, антитетический параллелизм, противопоставление одного другого. Я воспитал, они возмутились. Они были моими сыновьями, но они восстали против меня. Дальше, вот это, вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня. Народ мой. Значит, народ этот, как относится, в каком отношении он к валу или к ослу? Хуже, чем скотина. Хуже, чем скотина. Вот как это может быть? Он не знает, он не разумеет. Вот вол в курсе, осел в курсе. А что с народом то с моим происходит? И дальше совершенно замечательное еврейское слово, переведенное на русский словом увы, но по-еврейски в восклицаниях отчаяния, в восклицаниях горечи используется такое протяжное слово, слово стенания. Это слово ой, ой. Вот это увы. Это хуже быть не может. Это отец, который воспитал сына, а сын обратился против отца. Понимаете, это то самое ощущение, те, у кого есть дети, может быть, что-то с вами случалось, когда ты понимаешь, что ты вкладывал, вкладывал, вкладывал в детей. А ребенок тебе говорит, папаш, ну ты вообще отстой. Слушай, ты понимаешь, когда тебе нужен был новый телефон, деньги на новый телефон, папаша не был вообще отстоем. А в данный момент он стал таким, что происходит, как это может быть? Но тут все, конечно, глобальнее, гораздо выше. Увы, и дальше он характеризует народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные. Оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Обратите пожалуйста внимание, это не проклятие злобы, это просто сожаление, это горечь отца, дети которого обернулись против него. Иногда говорят, вот пророки метают громы и молнии. Ну да, есть, конечно, громы и молнии, но в любой пророческой книге, кроме осуждения есть еще и выражение любви. Когда вы читаете пророков, вы увидите всегда одно и то же, что если народ обратится, тогда будет милость, но если нет, тогда будет полное истребление. Дальше, с пятого стиха. Ведь Бог, кого любит, того и наказывает. Израильский народ, он очень любит, соответственно, очень наказывает. слушай, народ, ну куда же больше. Ведь живого места не осталось. Насколько можно? Я не знаю, в ваших семьях, как у тех, у кого есть дети, приняты физические наказания или нет. Можете ребенка отшлепать или нет. Если можете, то может быть кому-то из вас это тоже знакомо. Когда вы его за сегодняшний день уже отшлепывали два раза, а вот он берет и напрашивается на третий. И с одной стороны вы понимаете, что надо быть. С другой стороны вы думаете, ну сколько можно? Ну конечно не настолько, даже живого места уже не осталось. А здесь вот именно настолько. Опять-таки, когда вы читаете пророков, старайтесь, пожалуйста, войти, если можете, насколько это возможно, в их шкуру, в обстоятельства их жизни. Вот это как раз то самое, что сделало в нашей церкви в свое время занятия по малым пророкам столь интересными. Люди не шли на эти занятия, думая, что там будет какое-то сухое богословие. А вот мы постарались увидеть этих людей, этих пророков, как людей, которых использовал Бог в их контексте, в их окружении. Да, пожалуйста, Валерий. По сравнению с Северным царством они жили неплохо. А чем он наказал их тогда Господь? Вот здесь слишком большие такие метафоры допускаются, что они уже были наказаны. Сколько вас бить и во что вас бить некуда? Несколько ответов на этот вопрос. Либерал скажет, что книга пророка Исаия написана существенно позже, и, соответственно, тогда они уже избиты. Но совершенно не обязательно стоять на либеральной позиции для того, чтобы решить вот это противоречие. во-первых, помните понятие увертюры. Увертюра как текст, когда то, что заглядывает как бы вперед. Вот когда начинаешь читать, кажется, что здесь нет хронологии. Мы не обязаны принимать первую главу книги пророка Исаия как самое начало его служения. Вполне возможно, что это такая картинка, характеризующая все служение. Он может быть заглядывает уже в конец и падение Северного царства. Что касается Южного царства, да, там вроде было неплохо, но наказания уже были. То есть, если это рассматривать как такую общую картину, заглядывающую вперед, тогда вопрос снимается. И последнее соображение, послушайте, ну а что значит, что Бог меня наказал сильно? Понимаете, для иудеев, например, потерять храм было очень сильным наказанием. Остаться без возможности, лишиться возможности поклоняться Богу в храме. Могло ли быть что-то еще хуже? Конечно, могло, но на каждом этапе вот эта относительность сильного наказания бывает очевидна. Есть ли здесь преувеличение? Может быть. Есть ли здесь гипербола? Конечно, есть гипербола. вся голова уже изранена. Может, не вся, но может быть, где-то еще осталось. Земля опустошена? Да, земля опустошена. Но это к северу уже точно относилось после 722 года. Если воспринять это как элитмотив или общую характеристику, то к северу оно будет относиться. К югу наверное в меньшей степени надо посмотреть, надо подумать на эту тему. Да, потому что потом говорится и про Иерусалим тоже. Потом будет говориться про Иерусалим, хотя Иерусалим еще и стоял. И осталась через Сиона как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город. Может быть, может быть, кстати, здесь отчасти ответ. Все-таки для Исаия Израиль еще единый. Он обращается и к Иудее и Израилю. Послушайте, потери десяти колен это серьезное наказание. Мы можем сказать, но Иерусалим еще остался. Да, остался как осажденный город. Это то же самое, что, допустим, представьте себе Вторая мировая война, или то, что у нас Великая Отечественная война. Представьте себе, что немцы заняли бы Москву и покорили Ленинград, а Сибирь еще осталась. Вот тот факт, что Сибирь еще осталась, он вообще говоря, не утешает. Потому что города, считающиеся славой страны, поражены и покорены. Вот, наверное, такой момент здесь тоже имеет смысл. Хотя, да, проблема остается, и нужно посмотреть. И девятый стих, кстати, если бы Господь Саваоф не оставил небольшого остатка, то мы были бы тоже, что, остаток остался. Из десяти колен два, нормально остаток, и остаток праведных также. Кстати, Господь Саваоф, кто помнит, что значит? Господь сил, или Господь воинств? То есть воинств. Да, Господь воитель, который стоит за нас. Вот, он, по большому счету, ведет нашу войну. Когда вы читаете Библию, также смотрите на значение этих людей. Да, если Бог войны не было бы хоть сколько на стороне народа, если бы он не оставил нам остаток, тогда было бы хуже, чем в Содоме и Гаморе. А дальше он обращает, значит, смотрите, девятый стих, если бы это не было, если бы Бог не оставил, то было бы то же самое, что и Содом, уподобились бы Гаморе. А в десятом стихе правители Израиля, он называет уже как? Князья Гаморские и Содомские. Князья Содомские, внимай, закону Бога нашего народа. Гаморский, мы были бы такими-то, и он обращается к таким людям. Дальше Бог как бы отвечает на вопрос, ну, жертвоприношение это у нас приносится, ну, слезы-то у нас льются. Как он отвечает на этот вопрос, на это возражение? Пожалуйста, кто-нибудь еще кроме Мария Николаевича? Потеряли мы сегодня аудиторию? Я пресыщен сожжениями овнов и током откормленных скота, и крови тельцов, и анцев, и козлом не хочу. Почему? А потому, что они формальные. Потому, что они формальные. Хорошо. Кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои, говорит он. Слушайте, они ведь в храм приносят, приходят. А Бог говорит, вы топчете, дворы мои. Значит, можно прийти к Богу так, в таком состоянии, когда этот предлог приходит Богу будет неугоден. Давайте вплачь в качестве применения. Допустим, в наших отношениях с детьми и с нашими, да, какая ситуация может быть похожа на то, что описывает Исаия? Те, у кого есть дети, или те, кто сами недавно были детьми, еще помню. Ну, когда их лелеешь, лелеешь, выращиваешь, даешь правильное воспитание, образование, а они потом плюют на тебя. Да, или когда ребенок с родителями разругался, когда ребенок родителей чем-то реально обидел, оскорбил, а потом приходит подлизываться. Вот дочка с мамой поссорилась, наговорила маме гадости, а потом вместо того, чтобы покаяться, она пришла и говорит, я посуду помыла, и полно кухни вымыла. Ну, да. Вот ощущение родителя при этом, что не нужна мне твоя посуда, и полно кухня, я и сам, или я и сама могу помыть. Важно не то, что мы делаем формально, а то, что в нашем сердце, а в сердце ничего хорошего, в данном случае, нет. Дальше он говорит, не носите больше даров тщетных, а курение отвратительно для меня. Помните, я говорил, не стоит этот стих использовать в качестве борьбы с курением, а новомесячий и суббот праздничных собраний не могу терпеть. Вот вроде бы все должно быть нормально, а он так говорит, без беззакония и празднования, новомесячие ваши и праздники ваши ненавидят душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их. Когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, почему ваши руки полны крови. И альтернатива, смотрите, пророки всегда дают альтернативу. Это, между прочим, большая разница между тем, что делает сатана, и тем, что делает Бог. Ведь сатана тоже готов указать нам на то, какие мы негодяи. Но сатана при этом еще и втаптывает нас в землю. Значит, вот ты негодяй, ты должен с этим согласиться, и вообще говоря, выхода у меня у тебя больше нет. Ну, ты служи мне, хоть, может, при этой жизни что-то обломится хорошее, потому что, так, ты Богу, кстати, даже не приходил, он тебя все равно не простит, потому что ты негодяй, все. тактика сатаны обличить для того, чтобы втоптать в землю. Тактика Божья обличить, показать, что такое истинная праведность, но Бог при этом всегда дает выход. И этот выход всегда вверх, в приближении к Богу. Да, ты грешник, но для тебя есть спасение. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову, тогда придите и рассудим, говорит Господь. и смотрите, если будут грехи ваши как багряные, как снег убелю, если будут красные как пурпур, как волну убелю. Вот Божий выход. Кстати, говоря, на этапе применения. Вспомните ваших школьных учителей. И о том, что учителя делятся как раз по этой причине, по этому критерию на две группы. Есть учителя, которые вам скажут, так, Вася, короче, ты двоечник, Вася, ничего из тебя не выйдет. Пойдешь, Вася, в дворники, в грузчики, идиот. Ну, как тебе не стыдно, Вася? А когда Вася уже поднаторел во всем этом, он скажет, не стыдно, никак не стыдно. И учитель разводит руками, ну, Вася вообще от рук убился. Вот, это учитель, который вбивает Васю, опускает его ниже плинтуса, который его давит, который не дает ему выхода. Это один вариант. И это страшный вариант. Вариант это сатанинский. Потому что от человека, от его личности ничего не остается. Теперь другой вариант. Даже если Вася эту работу написал плохо, или Вася что-то сделал плохо, учитель ему говорит, ты знаешь, Вась, действительно я недоволен тем, как ты написал эту работу. Но я не могу понять, почему ты ее так плохо написал. Вот смотри, сколько тебе хорошего. Смотри, как ты, допустим, сделал тот и тот, ты, или смотри, какой ты человек. Вот посмотри, давай подумаем, что мы можем сделать вместе, чтобы ты в следующий раз написал ее лучше. И как я тебе могу помочь. Мы даем этому Васе выход. Кстати, интересно, что мне, преподавая в христианском институте, довелось встречать таких Вась и Лен, которые пришли в институт после того, как были учителя, которые их забивали, и говорили, что у вас здесь ничего не получится. Потом ты начинаешь говорить, у тебя получится, давай сделаем. Да, ну, не верю я вам, говорит, это Василий, это Лена. И нужно какое-то время, чтобы он или она поверили. Поверили, что реально любят, что реально хотят, чтобы они вышли из этого положения. Вот пророки, говоря от имени Божьего, да, они обличают, да, они нет покаяния. Но при этом пророки всегда дают выход. Они не сравнивают с землей. На этом прервемся и сделаем 10-минутный перерыв. Субтитры 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 Субтитры